Правящий архиерей Коми-Край, епископ Сыктывкарский в Иркутинске-Петерим совершил поездку в село Куратова. Более 80 лет здесь не звучало архиерейского слова молитвы и проповеди. В ходе поездки владыка совершил молебен в действующем уже более двух лет молитвенном доме, пристроящемся новом храме, а также посетил дом-музей Ивана Куратова, основоположника Коми-литературы. Настоятель храма, отец Валерий Беляев, уроженец села Куратова. Около трех лет назад он принял священный сан Иерея и теперь возрождают духовность в родном селе. Два года назад здесь началось строительство храма Иоанна Претечи. Строят его всем миром. Батюшке помогают местные жители, друзья и родственники. Но на сегодняшний день строительство затягивается из-за нехватки средств. Отцу Валерию с матушкой приходится отдавать даже всю пенсию, чтобы хоть как-то продолжать стройку. Вспоминая свое мировоззрение для рукоположения, настоятель признается, насколько оно отличалось от тех трудностей, которые встают перед священником, строящим дом Божий. Сколько переживаний приходится испытывать при возведении церкви, которая преодолевается только дерзновельной молитвой ко Господу и спрашивая его каждодневной всесильной помощи. Местное население воодушевлено тем, что со всех сторон вот этот храм теперь виден. Дело в том, что если мы купола поставим, это вообще будет сейчас. Но представьте себе, сейчас уже больше 10 метров, и еще где-то около метра 3,5 будет с куполом, с крестом. Я так думаю, что будет виден со всех сторон. После молебна владыка Петерим обратился к прихожанам и напомнил, что за последние годы число православных приходов в республике Коми значительно увеличилось. И несмотря на все финансовые трудности, призвал совместными усилиями мирян и настоятеля завершить возведение Дума Божия. И удивительно, что в этих неимоверно сложнейших условиях церкви строятся повсеместно. В республике 192 храма-часовни, молитвенного дома и молитвенных комнатах в социальных учреждениях. Из них более 150 имеют устроенные алтари. Значит, идет полная литургийная жизнь. Это всего лишь за какие-то 17-20 лет. А ведь было в республике Коми только три храма. Это говорит о том, что все же майлыми силами совершается, в немощи совершается сила Божия. Село Куратова известно не только в республике Коми, но и за ее пределами. Благодаря родившемуся здесь поэту Ивану Алексеевичу Куратову, в честь которого поселение и было переименовано. Иван Алексеевич по праву считается основоположником Коми-литературы. Отец его был диаконов и служил в местной церкви. После встречи с прихожанами и осмотра стройки, епископ Петерим посетил фамильный дом. Ныне дом-музей Ивана Куратова, до сегодняшних дней сохранивший не только родовые стены и мебель, но и личные вещи поэт. Музейные работники с радостью провели экскурсию по дому, показав быт и уклад Коми-изб столетней давности. Особой гордостью музейщиков является ткацкий стан, на котором до сих пор можно работать. В умелых руках бабушек он способен производить половики с традиционным Коми-орнаментом. Продолжение следует...